Друзья, всем привет! А я к вам спешу с довольно-таки необычным, но очень полезным и интересным выпуском в первую очередь для всех тех, кто интересуется темой покупки недвижимости, как инвестиций, да не в России, а за границей. Напоминаю, в прошлом году со съемками я посетил Вьетнам, Бали, Таиланд, Камбоджу, где показывали живые зарисовки, что можно купить. Это та самая привычная схема для всех тех, кто покупал в России, в частности в Москве, в других крупных городах, недвижимость на этапе котлована. Купил подешевле, выросло, продал подороже, да еще и заработал. Или же сдаешь в аренду и на капитализации заработал, да еще и на аренде заработал. Все это мы делали с компанией HOME. И именно поэтому мы решили в этом выпуске даже сделать небольшую маркировочку, что в выпуск имеет рекламный характер. Тем не менее, он действительно по существу. Мы разобрали важные темы, но ссылочки буду ждать всех тех, кто интересуется этой темой и у кого остались вопросы. В описании к ролику вас ждут тайм-коды, о чем мы сейчас поговорим, но не размазывая кашу по тарелке, я рекомендую вам выделить эти 45 минут и посмотреть, что сегодня происходит с недвижкой в странах Азии. Какие планы вообще на 2024 год? Вполне возможно, услышите для себя что-то интересное и полезное, ну и возможно, заработаете. Приятного просмотра! Друзья, как говорится, знакомьтесь или вспоминайте. Алексей, руководитель компании HOME. Сотрудничество и работа с вашей компанией у меня началось в ноябре прошлого года. Тогда выходит у нас первый выпуск, этот большой выпуск про Ничанг, про Вьетнам, задача которого была не только людям показать развлекуху, что бывает, быт, жизнь людей, но и в тот же момент тем, у кого голова работает, денежки есть, кто хочет заработать, сделать такой некий коммерческий проект, показать недвижимость с точки зрения инвестиций. В этом никакой тайны нет, это все в открытом доступе, вся информация есть. Вот отталкиваясь от этого, давай поговорим, как прошел полностью 2023 год для вашей компании? Хороший вопрос, он такой очень объемный. Прошел достаточно бодрый, я бы сказал, то есть мы в целом все наши ставки по поводу роста рынка, ожидания от того, что как бы мы закладывали изначально, то есть мы же очень внимательно смотрели на Восточную Азию, прежде чем ее там рекомендовать там нашим клиентам в первую очередь, вот и неожиданно для себя увидели много интереса именно к этому региону, то есть мы принципиально, например, не хотели продавать там Дубай, выходить на этот рынок, хотя у нас был как бы спрос со стороны клиентов, да, мы принципиально не хотели продавать Турцию, потому что мы этот рынок просто с точки зрения цифр не верили, вот и что интересно, да, вот по прошлому году, по 2023 мы увидели много интереса именно к этим странам, вот, даже больше, чем мы ожидали, то есть по факту мы стали там, наверное, по моему там, по первому полугодию вышли цифры, мы стали там, соответственно, если не ошибаюсь, там, каждую 50-ю квартиру продали в Хашимине, в Сайгоне, это город 10-миллионный, ну, я имею в виду в новостройках, то есть неожиданно для себя мы такую значительную долю на рынке заняли, которой фактически вот из там российских агентств, ну, никто не занимался. С моей точки зрения спрос на недвижимость, именно интерес на недвижимость, бывает, наверное, трех типов, такой эмоциональный, религиозный и рациональный, вот я так для себя определяю, вот мы изначально ориентируемся на людей рациональных, вот если говорить про эти три типа, даже такой эмоциональный спрос, вот мне нравится квартира, например, где-нибудь там, дом у моря, вот эмоции, да, человек испытывает, от того, что он покупает, у него есть недвижимость такой, это абсолютно не те люди, с которыми мы работаем, люди в Дубае часто это покупают, потому что им это красиво, хочется владеть такой недвижимостью. Есть потом религиозный спрос, это когда люди вкладывают деньги с уверенностью, необоснованной, что там все вырастет, вот, например, я куплю квартиру в Дубае, Дубай точно будет расти, вот почему будет расти, непонятно, на самом деле, да, человек уверен в этом, и его не уперебедишь никак, да, есть треть, как бы, контингент, ну, такой людей, которые, я бы сказал, профессиональный или полупрофессиональный инвестор, который ориентируется на цифры, то есть мы, когда смотрели, соответственно, Вьетнам, да, то есть мы изначально сразу рассказывали про, почему это будет расти или там про страны Юго-Восточной Азии, там же, на самом деле, рост рынка недвижимости, он складывается очень просто, там есть, по сути, три фактора, за счет чего растут цены за метр, это насколько богатеет население, вот просто вот если у человека там, например, он зарабатывает, там не знаю, 2 тысячи долларов, а через год он зарабатывает в среднем 2 тысячи сто, значит, недвижимость тоже в среднем будет расти, там вот, не знаю, там, не знаю, на 5 процентов, вот. Второй фактор, это очень важно при выборе рынка недвижимости. Насколько город растет. Есть Москва, например, мы знаем, насколько растет население Москвы. И также мы знаем, насколько там будет расти Хашимин или Ханой и так далее. Растет 2-3% в год. И третий момент важный, от чего зависит цена на недвижимость, это инфляция. Сложив эти три цифры, можно понять, насколько в среднесрочной перспективе будет расти рынок. То есть по Вьетнаму рост в среднем по прошлому году это 5,5% вырос в ОВП, на 2% население. На 2% вырос, соответственно, население города. То есть просто вот они так растут, 10-миллионный город растет на 2% в год в головах. И там 3,5% была инфляция или 4% в прошлом году во Вьетнаме. Вот ты складываешься эти три цифры и вот настолько больше денег будет на этом рынке через год. И вот что интересно, мы прям точно попали. И что интересно, люди, которые к нам приходили, которые покупали недвижимость с нами, они также мыслили. То есть к нам даже приходили люди, которые не видели рекламу, а нам говорили, что вот мы как бы знаем, что вы там чуть ли не единственное агентство недвижимости в Москве, которое инвестирует именно вот таким образом, именно в СССР на Угасточную Азию. И я так, ну как бы, в целом как бы люди ожидания оправдались, на мой взгляд. Безусловно, есть как бы, ну то есть, я сейчас попробую сформулировать еще раз, то есть в России очень много людей, кто инвестировал на этапе котлована новостройки. То есть люди понимают, что вот можно там на этапе котлована купить и там через два-три года продать там, условно, за два икс. Вот эта история, которая была в Москве много-много лет. И вот те люди, кто подходил к этому именно с чисто инвестиционной точки зрения, для них Вьетнам и Юго-Восточная Азию очень понятно. Потому что вот просто вот столько будет больше денег, поэтому вырастет цена за метр, поэтому как бы вот там, поэтому ты столько заработаешь. Расскажи мне, пожалуйста, вот ты раньше занималась совсем другим направлением в недвижимости, а тут ты начинаешь заниматься инвестиционной недвижимостью, да еще и в Юго-Восточную Азию. Вот кратенько, чтобы людям было понятно, как произошел переломный момент и с чего все началось. Ну, наверное, началось с того, что у меня было вот столько личного опыта инвестиций в новостройки. И с того момента, как в 2019 году приняли 214 ФЗ, для многих инвесторов эта тема перестала быть актуальной. Соответственно, наша компания стала искать те рынки, где можно было бы заработать. И Юго-Восточная Азия как раз оказалась этим регионом. Мне всегда были интересны инвестиции, потому что я достаточно долго этим занимаюсь и продажей недвижимости и инвестиций. И вот здесь, когда это совместилось два в одном, я как раз откликнулась на предложение и была, по сути, тем первым агентом, с которого это направление началось. Стартап это всегда трудно, но всегда очень интересно. И я вижу, что мои клиенты заработали, и поскольку у меня всегда принцип не про квадратные метры, если мы говорим про недвижимость, а про людей, то мне очень интересно видеть как раз вот эти кейсы, когда люди получают эту доходность и готовы дальше с нами двигаться и зарабатывать. Если мы говорим про Азию, ну давай возьмем Вьетнам. В чем схожесть рынка? Вот какие-то процессы идут, как вот доходность приходит? Вот можешь что-то, какое-то сравнение привести или это абсолютно все по-другому? Рынок Вьетнама, который сейчас есть, он похож, наверное, на то, что было в Москве в 2008-2010 годах, когда начинались застройки, то, что мы называем комплексное развитие территории сейчас, когда рынок рос и у людей есть большая потребность жить в комфортных условиях, реально есть дефицит предложений, да, и идет прирост населения, идет рост благосостояния, и вот на этом всем буме, конечно же, растет и рынок недвижимости, поэтому вот, ну, какую-то такую параллель можно провести с тем, что творилось в Москве вот тогда. Когда открываешь абсолютно любой видеоролик на ютюбе, про что бы не шло, про какой рынок бы не шел разговор, Дубай, Азия, вообще неважно, всегда есть агентства, которые топят за свою идею, они убеждены и так далее, пошла вот нахваливание, нахваливание, нахваливание. Отсюда я тебе хочу поставить вопрос, мы снимали Азию в частности, это был Вьетнам, Таиланд, Бали у нас была, ну, вот Индонезия, вы делали там прогнозы, то есть именно ссылаясь на то, что я специалист, я занимаюсь недвижкой, у нас IT-агентство, мы уверены, что этот объект, у нас, вы помните, так и было, то есть мы точечно брали, вот этот объект, вот сюда надо вкладываться, он точно вырастет. Значит, вопрос, все ли прогнозы, которые давала команда HomeApp, сбылись или где-то, где-то что-то пошло не так? Ну, смотрите, прошло на самом деле год, да, вот всех там полгода, год по каким-то видео, там сложно сказать, насколько вот там гарантировать, что прям вот все точно сошлось, там, ну, времени просто еще мало прошло, потому что сейчас там рынок растет, да, там мало ли, не знаю, будет какая-нибудь война глобальная, не знаю, понятно, что тогда все будет по-другому. Пока наши прогнозы, они, скажем так, мы идем выше прогнозов, то есть если, например, смотреть вот на там рынок Вьетнама, в частности, брать Хошимин, да, то мы рекомендовали именно Хошимин, именно 9 район, и там действительно цены выросли где-то на 10-15 процентов за год, вот. Ну, то есть, и в целом есть, и это видно, но именно в вторичном рынке, по тем объектам, по которым мы работаем. Когда так все легко и прозрачно, ну, с одной стороны, знаешь, звучит все время, все вот это вот звучит всегда для людей, как вот, типа, это все неправда. Если это так легко работает, то почему ты себе вот конкретно, как Елена, не покупаешь себе квартирочку? В этом же самом районе не вложишь, не заберешь свои денежки обратно через полгодика-годик. Вопрос безумно интересный, да, у меня сейчас идет процесс забирания своих инвестиционных денег с недвижимости в славном городе Сочи, вот. И, на самом деле, ты прав. Планы по приобретению недвижимости в Юго-Восточной Азии, они есть. Вот, выбираю между Камбоджей и Вьетнамом, все зависит от того, хочу ли я уйти в аренду или все-таки заработать на этапе стройки. Склоняюсь к последнему, поэтому это будет, скорее всего, выбор в Гранд-парке в проекте Glory Hates. Все-таки клиенты наши, которые вкладывают с нами деньги в инвестиционную недвижимость, в новостройки в Юго-Восточной Азии, они ожидают, даже не рост цены за метр, да, они ожидают инвестиционную доходность. Вот мы подбили цифры, соответственно, за, ну, так, пока еще бумажную, то есть мы сравнивали цены на вторички по тем комплексам, которые мы работаем. У нас средняя доходность по, в принципе, по всем странам, если усредняют, да, получается порядка, там, от 30 до 40 процентов долларов за год, годовых. Годовых, 30-40 процентов. Но это много, это очень много. Это очень хороший результат, безусловно, да, то есть мы не ожидали, что будет так. То есть мы там закладывали, что будет, наверное, там, не знаю, 20, наверное, да, но в целом, как бакалал, что больше. И вот мы сейчас видим, что наши первые клиенты начинают выходить и сделать, то есть мы уже начинают продавать, да, ну, кому-то быстрее продать, кому-то ноль, что там получается, что вот реализованная доходность. Здесь бумажная, когда вот мы просто посчитали, насколько цена за метр выросла по объявлениям. Ну, предположения. По оценкам и так далее, да, то есть это одна история. А вторая история – реализованная доходность. То есть вот первые сделки, по которым мы в первом квартале планируем выходить, то есть там годовая доходность получается там от 30 процентов долларов. Есть объекты, которые застряли на этапе строительства, где-то что-то зависло или везде? Есть такой, да, есть один проект, который у нас один-единственный, да. У нас стройка, соответственно, отложилась фактически, ну, где-то на 9 месяцев, если я правильно понимаю. Действительно, там вот вьетнамский рынок, надо быть к этому готовым, что вьетнамские застройщики получают, как сказать, разрешение строительства не как в России за один этап, да, то есть вот все дали разрешение строительства, ты возвел и создал его, да, там в три этапа. Им задержали, действительно, там приемку и утверждение второго этапа. Ну и вот на данный момент, вот мы с тобой записываем, там середина февраля на дворе, 24-й год, вообще стройка пошла или пока что-то ждут? Нет, там стройка пошла, они ждут каких-то еще досогласований, насколько я понимаю, да, но мы это мониторим очень внимательно, к этому тоже надо быть готовым, что. Короче, это тот самый объект, там вывожу на экран, мне вот, честно говоря, вот он больше всех понравился, из всех, что я видел, вот в совокупности, где он расположен, такой, как бы, но я бы не сказал, что это остров, такой тупичок, но такая вот закрытая, как деревушка, как комьюнити такой некая идет, при том, что там был один дом брошенный, недострой в силу ковида. Это гостиница, это не дом. Да, гостиница, но вилы, которые там стоят, они стоят там бешеных денег, то есть я заходил, смотрел, думал, может мне там себе виллу купить в надежде, что это будет дешево, но ничего дешевого там, к сожалению, нету. Вот он подзавис, но пошло. Да, настройка идет. С точки зрения работы, сложно ли было перестроиться вообще? То Москва, инвестиции в Россию, а тут ты уходишь во Витам, потому что тонкости есть. Ну, сложности какие? Сложности в получении собственности, их нет. Есть сложность в том, что сделка очень многофакторная и есть ряд, наверное, моментов, которые мы не можем сами контролировать. Это больше касается денежных переводов. Вот. То, что во Вьетнаме иностранцы могут купить в собственность, это факт, да. Собственность, она квотирована, то есть только 30 процентов иностранцы вот, ну, в любом жилом комплексе могут купить не более 30 процентов квартир. И эта собственность, она ограничена сроком владения. 50 лет с правом владения на 50, но это не аренда, это собственность. И есть неудобство, если говорить чисто про вьетнамскую недвижимость, это необходимость лично прилететь на сделку, потому что подписание договора купли-продажи должно произойти лично в присутствии вот у застройщика, причем они еще отметку в паспорте посмотрят, когда это будет потом оформляться в собственность. Это дополнительные затраты, но мы, как правило, совмещаем это с приемкой квартиры. То есть, когда дом уже сдается, вот сейчас у нас в марте месяце как раз будет сдача одного из проектов, и наши клиенты планируют прилететь и подписать договор купли-продажи и подписать акт приема-передачи, ну, если говорить нашим языком. Здесь дальше уже просто возникают вопросы про шаги, а что я буду дальше делать? Либо уходить в аренду, либо продавать, и у нас как раз одно из новых подразделений будет заниматься вот таким сопровождением клиентов и дальше либо мебилировать, декорировать, сдавать в аренду, либо искать покупателя. Конечно, все не так вот сладко и просто, потому что сейчас, например, если начать продавать дом, который вот буквально уже на сдаче, то мы с вами попадем точно так же в условии очень жесткой конкуренции, какая есть в Москве при сдаче любой новостройки, когда масса покупателей выходит на рынок, и мы видим, что это просто кровавый океан, и ты должен давать хорошую скидку для того, чтобы переманить на себя покупателей. Ну, либо дождаться, когда люди попродают, и, например, через полгодика после сдачи дома уже выходить со своим предложением. Ну, в общем, как раз этим мы сейчас и будем заниматься в нашем вьетнамском офисе. Стало гораздо больше, с моей точки зрения, опять же, то есть мы же не видим весь рынок, да, с моей точки зрения стало гораздо больше рационального спроса, и в этом плане как раз спрос на Юго-Восточную Азию, он вырос, потому что, ну, опять же, вот если там смотреть просто сверху вниз, где недвижимость будет расти быстрее всего, это Юго-Восточная Азия. И если там 22-й год, в моем понимании, там люди просто, ну, словно на некой панике, там, покупали квартиры в Дубае, в Турции или еще что-то, да, то 23-й год, это, ну, такой, скажем так, наверное, сделок было на рынке зарубежной недвижимости меньше, но спрос изменился. То есть люди не просто хотят, знаете, куда-то, вот просто где-то что-то вложить, там, потому что, не дай бог, там, страну закроют, там, я не знаю, там, ну, у всех свои ожидания, да, там, вот, то 23-й год, это, условно, люди, которые умеют считать деньги. А можешь пример мне назвать с цифрами, вот, допустим, давай на примере этого проекта, вот, люди, которые сейчас поедут у вас в марте подписываться, давай рассмотрим так, вариант, ну, что-нибудь простое, студия, например, да, или что чаще всего покупали вообще? Студии, там бизнес-класс, там студии... Что брали, одна спальня? В основном двуспальные квартиры, то есть, вернее так, квартира с двумя спальнями, мы бы с вами это назвали евротрешка, когда две спальни, два санузла и зально-кухонное пространство, которое у них не считается, поэтому это все two-bedroom, то есть, двухспальная квартира. Площадь такой квартиры? Площадь такой квартиры именно вот в проекте «Люмьер Булевар», а он бизнес-класс такой, причем с, скажем, сервисом хорошего пятизвездочного отеля, 73-74 квадратных метра, либо чуть поменьше, когда нет второго санузла, это у них называется один плюс один, когда одна спальня и один санузел, и второй комнате выделяется место поменьше, это либо кабинет, либо детская, там 55 квадратов плюс-минус. Стоимость, если говорить про цифры, 210-240 тысяч долларов за такую, там, 74 квадратных метра, и на сегодняшний день у застройщика предложений с хорошим видом уже, конечно, не осталось, есть возможность купить по хорошему предложению, там, 20% заплатить, и застройщик предлагает сейчас рассрочку за пределами срока сдачи дома. Вообще, надо сказать, что во Вьетнаме вот распространены такие контракты, когда есть рассрочка длительная, и она уходит действительно за сроки сдачи самого дома, и ты можешь продать на любом этапе, у тебя условия вот этого контракта, они перекладываются на нового покупателя. Хорошо, для него эта квартира больше, как он, ну, я их так называю, коммерческая недвижимость, инвестиционная, доходный дом. Почем он реально плюс-минус может ее сдавать в аренду? Такая квартира в аренду, если говорить про вот две спальни, да, будет стоить порядка 750, ну, давай так, 700, 750, 800, в зависимости от того, где квартира расположена, и насколько там мы вложились в мебель, да, то есть сдается все в чистовой отделке, где-то есть мебель от застройщика, где-то встроенная с техникой, где-то даже будут спальные места, но понятно, что нужны и шторы, и тумбочки, и вазочки, и цветы, ну, вот для того, чтобы все было красиво. Вот как раз наш отдел по сопровождению клиентов занимается сейчас тем, что договаривается об оптовых поставках для того, чтобы декорировать, мебелировать те квартиры, которые мы берем в управление. Таким образом, 210 тысяч вложил, если сдаешь сейчас, это плюс-минус 750, 800 долларов, если он продает эту квартиру год, и там через год, допустим, решит продать, но вы же считали вот аналитику, какие-то цифры, это не 210 тысяч будет, а какая цена продажи ориентировочно? Ну, я думаю, что это будет плюс 20-30 процентов, надо смотреть на рынок. Мы ждем, на самом деле, такие триггерные точки, которые влияют на рост. Это запуск, например, самого крупного молла в Хошимине, и он прям вот стоят два комплекса, и рядом огромный, он называется Винхом Мегамол, он действительно мега. Парк уже работает, но дополнительно начинается строительство парка развлечений тематического, как в Сингапуре. Школа уже стоит, то есть я прям реально была, смотрела, ну, детей еще не было, но вот она построена, видимо, ждет, так сказать, идут отделочные работы. Госпиталь тоже уже построен, кафе, бары, рестораны, там, магазинчики, это вся инфраструктура уже есть. Вот, скоро будет достроен аэропорт, который рядышком, недалеко, и при этом скоростная дорога до него, она уже есть. Да, у них сейчас идет тестирование запуска метро, то есть Хошимин, это огромный мегаполис, если брать всю агломерацию, он размером с Москву, по количеству людей, и они как-то до сих пор жили без метро, вот у них только сейчас идет строительство. строительство метрополитена, они, конечно, этого очень ждут, поэтому вот эти все вещи, да, они влияют, безусловно, на привлекательность самого района, плюс, надо сказать, что вьетнамцы очень хорошие пиарщики, они очень здорово рекламируют и Гранд Парк как локацию, потому что там 36 гектар, 36 гектар великолепного, ты сам это видел, парка, да, со всеми скульптурами, с местами для отдыха, и там безумно красиво, плюс он рассчитан, сам большой микрорайон, и, например, Люмьер-Булевар, как один из комплексов, вот про который я говорю, он рассчитан на семей, то есть на людей, у которых есть один или два ребенка, потому что там вот инфраструктура предполагает, что есть место для игр, есть место для запуска воздушного змея, есть даже маленький огородик, где ты можешь показать ребенку, как растут там, не знаю, помидоры, огурцы, клубника, вот, плюс мы понимаем, что хошемин – это грязный мегаполис, сам по себе, я про воздух, да, и эко-подход, он у них очень современный, вот помните, что у нас в России было, опять же, там в начале 2000-х, когда все, что эко, оно вызывало вот прям такой прилив энергии и интерес покупателей, и в данном случае даже вертикальное озеленение сделано для того, чтобы было больше кислорода и вот соответствовать этому эко-тренду, да, эко-подходу. Что ты сам, как руководитель компании, ожидаешь от 2024 года, какие ты им ставишь наставления, серии «ребята» в этом году, что? Ну, опять же, мы работаем на рынке разных стран, да, то есть если говорить про Россию, это одна, безусловно, история про Азию, другая совершенно история, да, ну, российский рынок явно будет сильно меняться дальше, вот, то есть, безусловно, очень высокая ставка по ипотеке, там, с нашей точки зрения, там, приведет к тому, что коррекция цен будет на рынке, вот, и тут очень важно нам, там, уметь продавать быстро и, ну, так скажем, по рыночной цене, вот, безусловно, там самое важное, на мой взгляд, как и всегда, но сейчас, наверное, особенно это умение, просто сделать классный сервис для клиентов, если говорить про Москву, вот, все там, ну, как бы, мы двигаемся в этом направлении, вот, как и двигались всегда. Если говорить про Азию, то мы, ну, как бы, у нас много клиентов, у которых, как бы, была, ну, у них есть задача, которых не просто купить квартиру, да, что очень важно, да, сдать ее в аренду, обставить, там, соответственно, уметь получать доход, уметь, самое главное, вот, тоже очень важно понимать, да, что, там, нашим клиентам нужна, например, отчетность для российской налоговой о том, что они там сдают квартиры, да, и нам необходимо все эти документы предоставить, необходимо уметь продавать квартиры. То есть мы, как бы, скажем так, из более такого бизнеса инвестиционного, про новостройки, скатываем, ну, там, переходим в этом году, скажем так, в модель больше управления. То есть, когда вот у нас сейчас в конце марта сдается порядка, там, 60 или 70 квартир, только вот к концу марта, да, переходят в право собственно наших клиентов. Переходим в такую, как бы, управляющую компанию, на мой взгляд, модель полного цикла. Это большой вызов, безусловно, для нас. Мы к этому там долго готовились, подбирали подрядчиков. Сейчас вот там, ну, условно, усиляем сильную команду в Юго-Восточной Азии, да, чтобы оказывать полный спектр услуг. Учитывая, что еще и сложности там, безусловно, очевидно, сложности с международными переводами, то есть, то, что ты получил деньги на счет во Вьетнаме, еще не знаешь, что ты их получил в России. Вот, соответственно, мы эту инфраструктуру тоже все выстраивали из прошлого года, чтобы можно было нашим клиентам оплачивать новостройки, например, в рублях из России. Но все это работает сегодня, правильно? Ну, работает, но это действительно оказывается очень тривиально. Ну, и деньги точно так же люди будут получать сюда, домой, все пришло. Понятно, что там кто-то может там оставлять их там, но в большом количестве клиентов они хотят понятный механизм, получения их в России. То есть, недвижимость – это очень понятный класс активов. То есть, ты покупаешь, потом проходит 2-3 года, ты получаешь какой-то там пассивный доход за счет аренды, потом ты продаешь. Ну, там, как бы для многих людей это возможность улучшить жилищные условия. У нас было больше 130 сделок. Но надо понимать, что это не 130 клиентов, потому что есть те, кто купил один объект, есть люди, которые покупали по 2, по 3, по 16 квартир в одном комплексе или, по крайней мере, в одном микрорайоне. Есть те, кто прибегал к принципу диверсификации, раскладывая в Вьетнам в разные, в Таиланд, на Бали вот ты тоже летал, да, то есть вот разложить по разным корзинкам для того, чтобы как-то сбалансировать тот доход, который… Ну, в цифрах, смотри, я так подозреваю, что номер один – это Вьетнам по количеству покупок. По количеству покупок, да, Вьетнам побеждает, наверное, еще и потому, что во Вьетнаме есть гарантия от недостроя. То, чего опасаются все клиенты, которые вкладывают деньги, ведь у каждого инвестора всегда задачи-то две. Первая – сохранить свой капитал, вторая – его приумножить, да. И во Вьетнаме есть страховка от недостроя, делают это банки, и в случае, если вдруг, ну, что называется, что-то пошло не по плану, у тебя есть гарантия, что твои деньги вернутся. Это очень важно. В Таиланде, в Камбодже, на Бали такого нет. Ну, вот в прямую инструмента, который позволяет страховать. Ну, хорошо. Раз ты все равно затрагиваешь рынок Дубая, вот у нас совсем недавно выходил выпуск оттуда, и в целом на Ютьюбе огромное количество выпусков, где люди рассказывают, что Дубай – это классно, Дубай будет развиваться, Дубай будет расти. Вы же в силу того, что пошли в Азию, у вас другие взгляды. В Дубае рассказывают о том, что капитализация и годовая доходность – это примерно вот из последнего, что у нас было, 8%. Если она будет выше, это уже хорошо. Минимум, там, ну, 7% ожидать какие-то такие цифры. Ты же сейчас озвучиваешь, там, 20-30 годовых. Но при этом, там люди также, руководители агентств, те, кто прям погрузился в этот рынок недвижимости, они в нем убеждены. И они людям говорят, приносите ваши деньги, все будет классно. Ну, дай какую-то просто независимую оценку на все эти доводы. Мы когда смотрели на разные рынки, мы искали рынок, наиболее похожий на Москву. Вот чем отличается принципиально рынок Москвы от рынка Дубая? И вот, опять же, для нас основной рынок это Москва, безусловно. В чем особенность Москвы? В том, что здесь люди покупают квартиры не в инвестиционных целях, они покупают для жизни. Это огромный мегаполис. Если смотреть, в пределах старой Москвы это 10 миллионов человек, в пределах, ну, условно, реальной. Всего мегаполис это порядка 20 миллионов человек. Это один из крупнейших городов мира. О чем это говорит? О том, что в Москве всегда есть спрос, когда люди покупают для жизни. То есть 99% сделок это когда человек получит свои жилищные условия. Не знаю. Это очень важно. Второй момент очень важен, когда город огромный, то есть первый ключевой фактор это локальный спрос. Что это дает? Это дает предсказуемость. Ты знаешь, сколько людей, ты знаешь, насколько они богатеют, ты знаешь ставки по ипотеке и ты можешь понять, сколько денег на рынке недвижимости, сколько будет капитала, спроса в деньгах вырежено через год, через два, через три, через пять. Это первый важный момент. Второе, то, что город огромный, да, ты всегда знаешь, что ты квартиру можешь продать и сдать в аренду. Потому что просто, ну, опять же, 20 миллионов населения, ты всегда найдешь и покупателя, и как бы арендатора. Вот Дубай, это другая история. Чем, вот принципиальное отличие от Дубая в чем? Что в Дубае вот локального спроса нету. То есть вот может ли, например, спрос в Москве, вот я для примера привожу, упасть в два раза. Вот просто одним днем. Вот с утра просыпаешься, спроса нет на рынке недвижимости. Не может. Почему? Потому что весь спрос локальный. Люди покупают для жизни, это граждане страны, они хотят здесь жить, и такой будет всегда. В Дубае совершенно другая история. В Дубае только 30% сделок проходят с резидентами Дубая, 70% это иностранцы. Соответственно, вот, пока маркетинговая машина Дубая работает, ну, с моей точки зрения, это некая пирамида, да, вот вкладывается там куча рекламы, куча там красивых картинок и так далее. И 70% покупателей, они на самом деле иностранцы. Теперь представим, например, вот сейчас там есть такой известный проект, где-то в Саудовской Аравии, там такой город стену строит. Может быть, слышал, нет? Ну, пока не слышал, но послушал. Ну, там миллион, просто вводится там, целый город строится, там, под миллион человек. Вот в какой-то момент этот проект выйдет на рынок, и он начнет маркетировать себя так же. И весь спрос из Дубая в один момент может уйти туда, или куда-то еще, да? То есть отсутствие локального спроса или значительная доля вот этого иностранного спроса, это кто эти люди, вот 70%, которые покупают там не для жизни, а для чего? В аренду сдавать то же самое. Либо, ну, в аренду и продать потом. То есть на самом деле, это по всем признакам, с моей точки зрения, классическая пирамида, да? То есть ты покупаешь, то есть большинство покупателей покупает для того, чтобы потом перепродать. Вот мы берем 100 человек, да, там, вот просто в Хэшимине, например, во Вьетнаме, и 100 человек в Дубае покупателей. Вот в Дубае это будет 70 человек, это будут иностранцы, которые покупают для того, чтобы потом перепродать. В Сайгоне это будет там 99 вьетнамцев, которые покупают для лучшей жизни, и один иностранец. Ну, или там два, вот что-то типа такого, да? И в этом плане спрос во Вьетнаме гораздо лучше предсказуем. В Дубае, по сути, как бы вот есть волна людей, которые хотят там вывезти капитал в Дубае. Вот спрос вырос. Потом, соответственно, там, не знаю, что-то поменялось геополитически, там спрос упал. И мы как, ну, то есть, я понимаю, что Дубае это там, но как бы для кого-то может быть отличная опция, там интересно, да? Просто я прошу очень внимательно, когда вы покупаете квартиру для ее перепродажи, смотрите, кому вы ее будете перепродавать. Ну вот, да, это реально. Ключевой вопрос, ключевой, да? То есть, кто будет вашим покупателем? Вы в Вьетнаме, это будет вьетнамец, который хочет тому просто жить лучше. В Москве, когда вы покупали люди квартиры на этапе новостроек, они будут, соответственно, ну, как бы, кому продавать? Тоже какой-то семье, который будет покупать, она будет не смотреть на цену, потому что она будет смотреть больше на то, кто подходит там квартира или нет. И этот спрос всегда будет. А будет ли спрос в Дубае, это большой вопрос. Короче, я понял логику такую, просто у меня пока одна эмоция, в силу того, что совсем недавно занимался видеороликом про Дубай, и там как раз Фрол, помните, он как раз рассказывал примерно такая же позиция, что он там предлагал покупать квартиры именно в спальном районе, который как раз не туристический, типа вот если вдруг все ушли, ну, кто-то же останется жить. И как раз он так же анализировал, что вот есть место, вот здесь как бы не должно вот так вот провалиться, там обвалиться и так далее. Но в целом логика ясна. Ну, давай так, смотри, тогда по существу, назови мне один, ну, какой-то прям точечный объект, который ты бы рекомендовал людям изучить с точки зрения покупки как инвестиции в 2024 году, если речь идет про Азию, одна страна, конкретный город, конкретный объект. Вот что-нибудь одно. Я все-таки буду аккуратен с этим. То есть, мне кажется, что мы работаем в трех странах, это Камбоджа, это Индонезия и это Вьетнам. Это такие три самых быстрорастущих экономики сейчас в целом, наверное, в мире. Вот. И они очень разные. То есть, Вьетнам, вот Хо Ши Мин, там Ханой в частности, да, я бы рекомендовал тем людям, кто понимает и у кого есть опыт инвестиций в Новостройки в Москву. Очень похожие по размеру города, то есть тоже 10-миллионные, очень там вот понятная экономика, там достаточно понятные прогнозируемые спросы. И они переживают, я бы так сказал, вот этот цикл, который в Москве переживал там лет 15-20 назад, когда идет реновация города. Старое жилье сносится, абсолютное хибаро, да, там, и вместо этого строится суперсовременное жилье там. Это история чисто про перепродажу. То есть там, на мой взгляд, такие относительно низкие риски. Там, вьетнамское государство, опять же, есть программа страхования новостроек. Вот. И, ну, вот это прямо Москва, там, 10 лет назад. То есть, это история перепродажи. То есть, ты купил, достроился объект, там, через год после сдачи дома и продал. Даже не сдавая в аренду, типа, сразу перепродаешь. Или, если хочешь, можешь поздавать. Там, на самом деле, сейчас очень интересно. Вьетнамцы, они, я думаю, что лучше сдавать, потому что это просто экономически целесообразнее. Вьетнамцы сейчас начали предлагать очень странные расстрочки. То есть, когда у тебя есть расстрочка платежей на 2-3 года после сдачи дома. То есть, ты фактически арендными платежами можешь гасить, ну, в том числе, эту расстрочку. Что, как бы, ну, это сильно увеличивает экономику проекта. Понятно, да? Вот. В принципе, в Москве люди тоже так делали. Вот. И, по сути, такая ипотека для иностранцев. Это одна история. Очень интересная, очень понятная. Как бы, я посмотрел только крупные города. Это Хашимин и Ханой. Вот. В первую очередь. История с Камбоджей, она, как сказать, это такой Дубай, ну, китайский. Вот можно здесь вопрос задать? А, когда мы снимали Камбоджу, люди писали, когда мы говорили про то, что Камбоджа, растущая экономика. Вот у людей Камбоджа, чего? Какая там экономика? Дай тоже в этом плане комментарий. Не, но Камбоджа, безусловно, там еще недавно была одной из самых бедных стран. И, конечно, она гораздо беднее, чем Вьетнам и чем Индонезия. Вот. Но надо учитывать, что Камбоджа, это фактически такая, как сказать, ну, колония, наверное, неправильное слово, но это очень сильно аффилированная страна с Китаем. И что делают китайцы? Они фактически переносят производство из Китая в Камбоджу. И в том числе, и американцы тоже переносят свои производства в Камбоджу. И потому что там очень дешевая рабочая сила, гораздо дешевле, чем в Китае, даже в Вьетнаме. И туда просто массово идут прямые иностранные инвестиции, чисто китайские. Вот. И параллельно с этим, так как профессионалам, которые приезжают, надо где-то жить, работать и так далее, а там как бы, ну, уровень разрухи был еще относительно там недавно высокий, то там просто тоже становится прям плампение внутрь, что там было. Ну, было. Перестроили просто вот как бы с нуля. вот. И вот именно, скажем так, вот этот тренд переноса производства с Китая в Камбоджу, он будет еще дальше идти много-много лет. И что самое интересное, вот то, что мы сейчас видим, то есть, как бы, в некотором смысле Камбоджа похожа, по-тампене, на Дубай чем, что там доля иностранцев очень высокая, но это иностранцы все китайцы, которые вместе с жильем, они переносят производство там, не знаю, цеха и так далее. И там это, ну, такой очень длинный, очень длинный тренд. Поэтому Камбоджа, она, я бы сказал там, наверное, сейчас, в ближайшие несколько лет, там просто сумасшедшая доходность от аренды. Вот там порядка восьми или девяти процентов это просто минимальный уровень доходности от аренды, который гарантирует застройщику в контракте. Это что значит? Это вот та квартира, которая в Москве сдается за 50 тысяч, там сдается за 100. То есть, я имею в виду, что про какое-то там качественное жилье. И в этом плане, как бы, ну, там история с таким пассивным доходом прогнозируемым. Это прям, ну, Камбоджа очень интересная штука. Два. И третье получается Индонезия-Бали. Индонезия, Индонезия, в принципе, тоже очень интересная страна. Вот я бы рекомендовал очень аккуратно относиться к Бали. Вот там очень много разных предложений. Там нету программ страхования вкладов, ну, какой-то, да, там, страхования застройщиков, там низкое качество строительства, да. Но в целом, Бали, конечно, переживает огромный бум арендный. Вот там, и Бали, это тоже история, там, не про купил, там, через три года продал, да, там, это история про то, чтобы там получать очень хороший арендный доход, скорее, такой, вот, краткосрочную сдачу в аренду. То есть, еще раз, да, вот, Вьетнам, это история для тех людей, кто понимает, что такое вложил на котлование, продал, там, через два-три года кому-то местному, какой-то семье, да, там, за два раза. Вот. История с Камбоджей, это история про краткосрочную аренду, в первую очередь, там, каким-то иностранным, либо американцам, либо китайцам, вот, с очень хорошей доходностью. А Бали, это краткосрочная аренда, это, скорее, вот, просто надо искать какие-то, вот, как мы выбирали, жилые комплексы очень высокого качества, то есть, ни в коем случае там нельзя покупать виллы на Бали, с моей точки зрения. Почему? Потому что, ну, в нашем понимании, виллы, это что-то, что такое вот, будет стоять, там, не знаю, веками, да, в реальности качество строительства и такой, там, влажность, виду, у тебя, кажется, есть дом, на самом деле, оно развалится через 10 лет. Ниф-ниф, наф-наф, ну, совершенно сказка классная. Как бы, вот, как всем этим управлять, контролировать, сдавать вариант, вообще непонятно. Это раз, а второе, вот, Бали, там, очень сложная история с налоговой структурой. То есть, там, есть такое понимание, как налог на люксовую недвижимость. Это что значит? Ты покупаешь по одной цене, и там есть отсечка, при которой, если у тебя цена недвижимости становится, ну, больше определенных, то ли 250, то ли 300 тысяч долларов, да, у тебя при продаже ты будешь обязан заплатить налог на люкс, на люкс, который, раньше у тебя был 2% налог, а как только ты этот грамм пробил, то есть, у тебя недвижимость выросла, то, что ты хотел, у тебя 20% от суммы, не от, как бы, не от разницы между ценой покупкой и продажей, а просто от стоимости квартиры при продаже. И в итоге, вот, что с этим делать, не очень понятно. То есть, там, то есть, ты в итоге всю доходность можешь отдать на зенитическом государстве, если там рынок начнет расти лучше, а еще вилла твоя может развалиться. Поэтому надо выбирать очень аккуратно, вот, я бы там рекомендовал именно смотреть какие-то там жилые комплексы под, там, средней, краткосрочной задачи в аренду, то есть, ни в коем случае, ни отдельные дома, от каких-то понятных застройщиков, вот, и, наверное, большой площади, то есть, там, там, 60-80-100 метров, то есть, немаленькие покупать. Почему? Потому что, опять же, рынок Бали, он сильно перенасыщен разными предложениями, арендами, но чего там точно не хватает, это вот, сам быстро растущий сегмент, это жилье для семей. То есть, в Бали вообще очень интересная история, то ли 6, то ли 9 миллионов туристов в год приезжает, и там, в Бали, очень высокая возвращаемость людей. То есть, если турист приезжает на Бали, то по статистике, он приедет еще, то ли 6, то ли 7 раз. И средний срок, который там люди проводят, там, ну, 20 дней. И, что самое интересное, что если раньше Бали в 90-е, в 2000-е, это был, как бы, такой курорт для, как сказать, для тех, у кого нет денег. Для студентов. Для студентов, да. То есть, туда ехали те, кого, как бы, ну, вот там, дешево-сердито, просто на серфе покататься, эти люди выросли. Они стали зарабатывать больше денег. И сейчас, когда они хотят приехать туда, опять же, многие любят Бали. Вот. Им просто не надо жить. У них уже появились дети, семьи. Там, а как туда приехать, непонятно. И вот этот, вот этот сегмент жилья, там, краткосрочная аренда, там, для качественного жилья, там, для людей, скажем так, ну, с доходом выше среднего, вот, он, там, на Бали практически полностью отсутствует. И он быстро растет, вот, как показывает наша, там, тоже практика, по, вот, вот, тем объектам, которые мы выбираем. То есть, там тоже доходность сейчас, получается, на 30-40% годовых. Именно по этим объектам. По остальному, ну, далеко не очевидно. А вот здесь, как говорится, не добавить, не убавить. Кратенько, но все соки выжаты. Остались вопросы без проблем. Ссылочка на HomeApp ждет вас в описании. Переходите, оставляйте заявку, либо звоните, получайте развернутую консультацию. Если вы любите живое общение, пожалуйста, приезжайте к ребятам в офис, где сможете по-живому пообщаться, переговорить, задать все ваши вопросы, которые вас интересуют, и получить максимально развернутую консультацию. На этом все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok